Здравствуйте, ютюберы! Сегодня я буду разговаривать на славном, старом русском языке. Я хочу поговорить с вами о следующей теме. Расизм и наши любимые латиноамериканские актеры. Это как будто бы две вещи, которые никогда не соединяются в новостях. Никто никогда не говорит о расизме. Хотя бы не в таких же масштабах, как говорят об этом актеров и всяческих других селебритей из Америки, Англии и, можно даже сказать, Италии. К примеру, последний скандал с Опрой Винфы, когда ей не дали посмотреть на очень дорогую сумочку, которую стоило 38 тысяч евро в Швейцарии. И сказали, что для мадам ее класса есть вещи подешевле. Это, конечно, привело к всемирному ажиотажу и возмущению, потому что как, Опрой Винфы? Это же известнейшая ведущая по американскому телевидению. Не может быть, чтобы ее так сажали между обычными людьми. Это расизм с точки зрения Швейцарии и их продавцов. Но такого почему-то не происходит, когда мы смотрим на латиноамериканских актеров. Почему же это так? Почему же мы никогда не видим, что кто-то бывает расист к Вильяму Левию? Или почему мы никогда не видим одну из наших любимых женщин телевидения, страдающую от неправильного поведения, каких-то там полицейских продавцов, где бы не было? Почему это так? Может ли быть, что наши латиноамериканские друзья-целебрити, они в принципе просто более человеческие люди, они понимают, что к ним будут относиться не всегда как к белому человеку. Они тоже белые люди, кроме очень коричневых. Но они знают, наверное, что есть определенное отношение к ним. И они не берут это с такой мощностью, как берут некоторые более раскрашенные люди. Или же некоторые белые люди, которым почему-то въебло в голову, что к ним должен относиться как к определенным бегам. Так что получается очень странно. Для меня лично разница в новостях и количестве новостях насчет расизма и неправильного поведения. Особенно к папарацци. Каждый год какой-то американский целебрити избивает какого-то папараццица. Дос, вроде вообще, кулаками, ногами. Камеру, все, что хочешь, делают. Каждый год это происходит. Но с латиноамериканским актерами это не происходит каждый год. Это довольно редко. Так что думайте, комментируйте, подписывайтесь, subscribe, please. И смотрите все наши будущие видео.